Посреднические операции в бизнесе входят в число самых распространенных. Один из вариантов оформления таких сделок – договор комиссии товара. В чем суть данного соглашения? Один из подписантов, комиссионер, за оговоренную комиссию обязуется по поручению другого комитента провести сделку или несколько от своего имени, но за счет второго подписанта. При этом подписанты не обязаны уведомлять об этом третье лицо. Комиссионер может провести лишь ограниченное количество сделок по поручению второго подписанта. Данный договор не является договором поручения, так как последний предоставляет более широкую возможность действий одного подписанта в интересах другого. Существенные условия договора комиссии – он двусторонний и считается заключенным лишь после взаимного согласования подписантами всех указанных в договоре существенных условий, а именно предмета соглашения. Предмет соглашения – проведение сделок от имени комиссионера, но за счет второго подписанта. В основном такие соглашения имеют место при сделках по продаже товаров, но допускается их применение при проведении сделок на получение услуг или проведение какой-либо работы. Важный момент такого договора – возможность передавать финансовые ресурсы и товары второго подписанта первому на довольно значительный срок. Причем эти ресурсы и товары не считаются доходом получившего их подписанта и как следствие на них не начисляются проценты. Этот фактор позволяет подписантам использовать данный договор как инструмент налоговой оптимизации. Договор составляется в простом письменном виде. Комиссионные, которые получает первая сторона, обычно определяют в процентах от цены сделки. Стройких правил в отношении срока нет, в соглашении может быть указан конкретный срок, а может быть не указан вовсе. В последнем случае временным отрезком его действие будет считаться тот промежуток, который требуется комиссионеру для выполнения своих договорных обязательств. Ему важно не только заключить сделку, но и отчитаться перед вторым подписантом. Все это требует времени. Права и обязанности подписантов Главная задача комиссионера заключить оговоренную соглашением сделку. Также в его обязанности входит представление отчета и передача второй стороне соглашения всего полученного от проведенных сделок. Комиссионер имеет право заключения договора субкомиссии с третьим лицом. Обязанность комитента – выплата комиссионных и возмещение расходов, если были, второму подписанту. Проверка и получение всего исполненного по договору также зона ответственности комитента. Обратите внимание, если комиссионер объявлен банкротом, то его права и обязанности по сделкам, совершенным для второго подписанта, переходят к последнему. Отчет комиссионера. Данный отчет обязателен. Он является первичным бухгалтерским документом для обоих подписантов, а также для налогового учета. Он должен включать обязательные моменты – название, когда составлен, указание подписантов, содержание проведенной торговой операции, сумма данной операции в деньгах или количестве реализованного или купленного товара, данные об ответственных за сделку лицах, подписи сторон. Также желательно указывать и другие моменты, позволяющие наиболее полно конкретизировать, согласно какому соглашению данный отчет был составлен, даты каждой сделки, контрагенты, их ННН и т.д. Так как строго установленной формы отчета на сегодня не существует и он разрабатывается комиссионером самостоятельно, более полная информация в составляемом отчете поможет избежать возможных спорных ситуаций. Периодичность таких отчетов определяется подписантами с обязательным указанием в соглашении срока принятия отчета 30 дней от дня получения. Отсутствие претензий по переданному отчету после 30-дневного срока означает его принятие. Рекомендуется обмениваться сведениями не реже 1 раза в месяц. Расторжение договора Поскольку данное соглашение подразумевает оказание нематериальных услуг, он может быть расторгнут одной из сторон как из-за отмены поручения на сделку, так и из-за отказа другого подписанта выполнить такое поручение. Причем комиссионер может это сделать только при условии отсутствия в договоре срока соглашения, кроме оговоренных законом и данным соглашением случая. Для такого расторжения требуется подача заявления от одной из сторон, причем другая должна быть обязательно проинформирована об этом не позднее, чем за 30 дней, если другой срок не указан в самом соглашении. Обратившись в компанию Роско, которая предоставляет широкий спектр услуг, а именно юридические, аудиторские, бухгалтерские, регистрационные, вы можете быть уверены, что составленный при нашем профессиональном участии документ будет соответствовать всем необходимым требованиям и гарантированно убережет вас от любых неожиданностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова